МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве, где это не помню, помню в каком-то театре, на каком-то событии, просто так издалека видел. Но лично с ним, к сожалению, не встречался. Это настоящая литература, это настоящий русский писатель, который может доводить меня до состояния, когда я держу в руках книгу, и мороз у меня идет по коже, и когда у меня рождаются картины той или иной ситуации, которую он описывает, и независимо не только военные, но и человеческие. Это просто большая, серьезная и великая литература. Я могу где-нибудь на пляже или где-то в каком-то саду в теплом водитном шезлонге с удовольствием читать там Хармса, вот, или Зощенко, или, может, даже Бавеля. А вот там Достоевского, к примеру, вот я знаю, что я обожаю Достоевского читать, когда все вокруг меня спит. Так, наверное, нужно читать и Остафьева, да. Нам всегда наше детство будет казаться лучше, чем чье-то другое детство. Наша молодость будет казаться лучше, чем... И есть же такая простая вещь, что каждый кулик хвалит свое болото. Вот и я, в общем-то, такой кулик. Когда мы учились, у нас не было интернета, у нас не было компьютера, у нас не было огромного количества гаджетов, у нас не было возможности поехать так в такие далекие концы и посмотреть мир. Хорошо это? Нет, нехорошо. Плохо ли, что сейчас это есть? Да нет. Это не плохо, что это есть. Им нужно понимать четко, что наличие вот всех этих, как бы, развлечений или вспомогательных моментов, никуда невозможно отменить программу Пушкина, Толстого, Чехова, Бунина. Ее никуда невозможно отменить. Поэтому у них, наверное, меньше времени на это. Им труднее. Глупости не терплю, некомпетентности не терплю очень. Не терплю, когда человек пытается заниматься тем, чем ему не нужно заниматься. Вот приходит человек, скажем, в газету, берет ручку и начинает писать. И думает, ну а что-то такое, я же никому вреда не сделаю, да, напишу. Вот. Но есть ведь люди, которые очень любят эту профессию, которые ее более чем любят, которые за нее готовы жизнь отдать. Есть журналисты, которые едут в какие-то горячие точки и погибают. Понимаете? И для меня это вот сродни как тогда вот такой поступок, как все равно, а давай-ка я попробую вырезать аппендицит. Интервью такая хитрая штука. Если артист очень, или не артист, неважно, человек очень хочет сам этого интервью, то он и сам его сделает, и с ним будет сидеть рядом, он и сам все сделает. Но мне гораздо интереснее, когда вот я в какие-то моменты с вами все-таки спорю, вхожу в какое-то противоречие, потом мы куда-то выруливаем. Вот так мне интересно. Я боюсь слишком рано поглупеть. Очень боюсь. Поэтому стараюсь общаться с молодежью. Не прекращаю читать, не прекращаю смотреть много кино. Но вот это вот если вот я серьезно сейчас, я не пытаюсь пафосничить или скакенничать. Действительно, это правду вы сказали. С возрастом мы не становимся лучше, но и становимся ли хуже, тоже вопрос. Мне здесь хорошо. Вот ездил бы по всему земному шару, хотел бы, чтобы жизнь была длиннее. Но жить нигде не хотел в другом месте.